Тишина, покой. Застывший музейный мир, в котором, кажется, никаких событий произойти уже не может. Мы в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Древнюю Грецию и Рим здесь представляют отлично выполненные гипсовые копии. Но есть и подлинники. Их очень мало. И вдруг еще один. Вот оно событие. Да какое. Портрет римский. Но к какому переводу его отнести? У искусствоведа Натальи Алексеевны Сидоровой древность нового приобретения сомнений не вызывала. На мраморе темные пятна. Патина. Только время оставляет такие следы. Ну а точная датировка. Вот портрет, выполненный в манере натуралистической. Это середина первого века до нашей эры. Император Веспасиан из войны во второй половине первого века нашей эры. Портрет сугубо реалистический. А юноша идеализирован. Это похоже на манеру самого начала века, эпохи императора Августа, когда скульпторы черпали вдохновение в греческой классике. Похоже. Но ведь так ваяли и при Тиберии преемники Августа. Однако вот деталь. У Тиберия мелкие локоны образуют над долбом прямую линию. У Августа же прядь более крупные, и две центральные расходятся в стороны. Так и у юноши. Подражать прическе императора было очень модно. Итак, эпоха Августа, да. Но манера автора головы юноши гораздо мягче. Она, пожалуй, ближе к манере исполнения этого греческого портрета. Или головы девушки, тоже греческой. Теперь ясно, эпоха Августа. Но портрет не римский, а греческий. Все. Напряжение поиска спало. Подлинники-сторожилы потеснились. И в залах, как прежде, тишина, покой. Застывший музейный мир. Никаких событий, в котором произойти, кажется, уже не может. Кажется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...